Если ты часто используешь спидрамп, какие-то переходы, вжух-вух, эффекты, то тебе необходимо по-любому сохранить этот эффект, а еще лучше присвоить на него какую-то горячую клавишу. Итак, сегодня быстрое видео про то, как сохранить эффект, пресет, который ты чаще всего используешь. Буду рассказывать на примере спидрамп, потому что это самый популярный эффект. Так, как сохранить эффект, спидрамп и присвоить к нему горячую клавишу. Погнали! Ныряем в Final Cut. Вот у нас уже есть какой-то футажик, но он, скорее всего, не подойдет, потому что он снят на дрон и у него 25 фпс. Обязательно смотри всегда сюда. Если ты хочешь замедлить, нужно, чтобы у тебя видео было не меньше 50 фпс снято. Возьмем какое-нибудь другое медиа, например, как я трясу снег с дерева. Выбираем, нажимаем E, скидываем на тайм-линию. Ну и как мы делаем это обычно? Сочетаем клавиш Command-R, либо же лезем сюда в панель изменения скорости. Здесь Slow, 50. Но это все долго. Если, допустим, у тебя много файлов, и ты часто используешь замедление в 50%, то тебе необходимо это вынести в отдельный эффект. Так, как это делается? Для начала мы делаем медиа в ту скорость, которую хотим. В данном случае мы сокращаем на 50%. Дальше идем в File, Save Video Effect Presets. Даем ему имя, присваиваем, Name, 50%. 50%. Присваиваем категорию, New Category in English. Даем ей имя, создаем новую категорию, пускай это будет скорость. А лучше даже будет не скорость, а изменение скорости. Create. Здесь выбираем то, что хотим сохранить. В данном случае Retiming. Нажимаем Save. Проверяем в панели эффектов, вызываем панель эффектов. Смотрим скорость, изменение скорости. И вот мы уже видим наш сохраненный пресет. Берем другое медиа. Например, это. Скидываем на Timeline. Клавиша E. И как мы можем применить? Либо перетаскиваем на наше видео, либо просто кликаем два раза. И вот у нас уже применен наш эффект. Дальше, чтобы присвоить горячую клавишу, нажимаем правой кнопкой на Effect. Make Default Video Effect. И теперь у нас она посажена на горячую клавишу. Как-то проверить. Проверяем. Смотрим меню Edit. И вот у нас Add 50%. Option E. Проверяем. Берем другое медиа. Скидываем на Timeline. Option E. Да, все работает. Далее, что мы делаем? Я рекомендую тебе сохранить все часто используемые скорости в отдельные эффекты. Для того, чтобы это сделать, нам достаточно всего лишь один кусочек видео. Нажимаем Command R. Изменить. Custom. Допустим, наиболее часто используемые это, допустим, 200% ускорения в два раза. И проделываем то же самое. File. Save Video Preset. Здесь присваиваем имя. Категория уже есть. Изменение скорости. 200%. Не забываем нажимать Retiming. Save. Есть. И вот уже у нас появляется он. Опять переходим сюда. Таким образом, ты можешь вынести все свои изменения скоростей в отдельный пресет, сохранить его и вынести в отдельную категорию в эффектов. Это сократит твой монтаж в несколько раз. Тебе не нужно будет каждый раз лезть в отдельное меню для того, чтобы изменить скорость. Ты просто можешь кликнуть два раза на эффект, и у тебя изменится скорость. А на этом все. Хорошего тебе монтажа, прямых склеек. И пока.